Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал «Газегет» пришел вопрос. Что делать женщине после развода с мужем, чтобы не жить в блуде? Если произошла такая беда и развод состоялся, во-первых, надо совершенно беспощадно отнестись к себе и принести на исповедь покаяние в своей части вины. Почему это случилось? Потому что в Священном Писании сказано, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Я сейчас не говорю, что вопрошающая виновата полностью, но какая-то часть вины, если ее есть, в ней надо принести покаяние. И не вступать в телесную близость, пока вы снова не будете в браке. Просить об этом у Бога, но хранить себя в чистоте, пока вы не в браке. Избегать тех ситуаций, где вы будете встречаться с людьми, которые готовы предложить вам блудные отношения. Не смотреть контент, который будет способствовать тому, что будут разжигаться внутри эти помыслы. Больше молиться, беречь и хранить себя. Потому что, на самом деле, когда человек идет туда, где он знает, что встретится с предложением греха, уже начинает совершаться его падение. Вот блажен муж и жени иди на совет нечестивых. Потому что там могут такое предложить, что будет очень большим соблазном. То есть избегать этого всего. И молиться или о восстановлении брака, или о новом замужестве. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok